Друзья мои, здравствуйте! Сегодняшний наш выпуск мы начинаем со скалы Трета. Здесь очень красиво и очень зябко, очень холодно, 100% влажность. Сегодня весь день должны идти дожди. И эти чайки, я не знаю, как они летают, потому что мой коптер, я пытался его запустить, он несколько раз практически упал в воду. Ребята, ну вас я хочу попросить, вы не забывайте там подписываться, ставить лайки, ставить комментарии, потому что если этого не будет, этот робот, который сидит там, руководит этим ютубом, он же не будет меня двигать, а если он меня не будет двигать, то не будет контента, чтобы я показывал вот эти красивые, великолепные места специально для вас. После Парижа я приехал в это чудесное место, я о нем слышал пару раз, но здесь, когда побывал я в реальности, я почувствовал, насколько это все сильно, красиво и завораживающе. Ну ладно, не будем разглагольствовать, поехали в новый выпуск! Нормандия – это не только очень красивые места, но это еще и поля сражений. Для меня она всегда ассоциировалась с высадкой союзников, с открытием Второго фронта. Во время Великой Отечественной войны или Второй мировой, как ее называют во всем мире, это означало очень большую поддержку для объединенных антигитлеровских сил. Когда велась война на полях сражений на территории СССР и гибли люди, союзники стали освобождать западное побережье Франции путем высадки войск. И это как раз происходило в Нормандии, где-то недалеко от этих прекрасных утесов, скал и этого Бирюзового моря. Происходило это все в жесточайших условиях, при сильном шторме, ветре. Гибло очень много людей, но все же они предприняли данный шаг и помогли победить гитлеровскую Германию. Еду на скалы Этрета, осталось пара десятков километров. Доехал от Парижа за полтора часа. Правда, я думаю, что в некоторых местах километров на 10-15 превысил. Думаю, что это не критично, меня не должны посадить в тюрьму. Хотя тюрьма в Париже, наверное, повеселее, чем жизнь в некоторых городах. Особенно, если мы говорим в отдаленности от центра. Ну да ладно, не будем о плохом. Сейчас мы приедем на скалы Этрета, попробуем выйти вечером. Если не получится, то с утреца обязательно покажу вам, что это за скалы. Что в них такого красивого и почему туда многие пытаются попасть? Ну, у кого, конечно, есть желание и возможность. Надеюсь, приедем без приключений. Видел одного зайчика. Написано было вроде бы как оленя. Оленей не было. Была деревянная корова, но она вроде стояла на месте и не особо рыпалась. Я сначала испугался, она на меня смотрит, я на нее. Но потом я понял, что все будет хорошо. Она более-менее адекватная, да тем более прибита гвоздями на 200 к постаменту. Так, ну что, до следующего включения. Я надеюсь, что мы это сделаем сегодня. Если нет, то завтра с утреца мы обязательно пробежимся и скупаемся в Атлантическом океане. Сейчас погода хорошая, летная. У нас январь 2022 года. Соответственно, море очень-очень теплое. Глаза, как вы видите, немножко закрываются после прививки. Самочувствие 50-50. Побаливает рука. Немножечко штормит. Но мы еще и не такое видели. Все, до следующего включения. Не скучайте там. Проезжал ночью какой-то небольшой городок по пути к Этретте. И увидел вот такую средневековую церковь. Темпл Чорч. И здесь вот такие вот витражи. Очень красиво. Скорее всего, им сотни лет. Хотя вполне возможно, что проходила реставрация. Но выглядит очень натурально, средневеково. А городок сам по себе очень маленький, аккуратный. Там вот у меня машинка стоит. С парковками, как в Париже, нету проблем. Не нужно ехать, искать. Ехал, ехал, остановился. Я сфотографировал и поехал дальше. Ну ладно, погнали. Нам еще нужно покушать. И, наверное, поспать немножечко, потому что это тоже не помешает. Давайте до новой встречи. Подъехал в этот прекрасный городок ночью. Мне владелец гостиницы написал. Ты, говорит, зайдешь вот сюда вот. И за дальним столиком, под половичком, ты найдешь ключик, карточка. В номер ты зайдешь. На входной двери наберешь пароль. Ну, это типа подъездной двери. И, подойдя к номеру, приложишь карточку и зайдешь в него. А потом, когда будешь уезжать, просто эту карточку положишь туда же на место. Очень интересно. Люди абсолютно доверяют друг другу. В других странах такого не встречал. Чтобы на улице лежала карточка. Заходи в квартиру и бери, что хочешь. Хотя люди очень приятные, очень хорошие. Повсеместно улыбаются, здороваются, поздравляют с Новым годом. Как бы хотелось, чтобы такая обстановка была повсеместно. Как вы считаете, ребята, такая обстановка должна быть повсеместной? Или все постоянно должны ругаться, бухать, бить друг другу рожи? Не знаю, не знаю. Я как-то так далек от подобного рода миропонимания. И думаю, что люди должны быть более адекватными и человечными. Погнали. У нас еще пара приколов в этом интересном городке. Покажу вам горы. Это же Этрета. А вы здесь, наверное, не были. Ну, даже кто был, вы разочек еще посмотрите, вспомните. Очень интересно. Здесь неплохое море. Еще есть большие птицы под названием чайки. И вот я на скалах Этрета. Одно из самых завораживающих мест, которые мне приходилось видеть. Немножечко напоминает скалы Грисгроз на Маврикии. И небольшой уступ на острове Нусапенида. Это в Индонезии. Но в каждом из этих мест есть своя индивидуальность, красота. И природное очарование. Хотел искупаться, но погода такая, я вам скажу. В Сочи зимой купался здесь. В январе я думаю, не стоит рисковать. Очень высокие волны. Не совсем понятно, вынесет меня или нет. Если даже сведет к конечности. Ребята, а вы бы искупались? Я все время думаю, что я где-то чего-то не доделываю. Может быть я мало купаюсь. Может быть нужно прыгать с высокого обрыва в море. Чтобы вам было поинтереснее. Пишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть. Что для вас было бы интересным. посмотреть на природу или увидеть трэш-контент. Конечно же шучу. Я не из тех блогеров, которые снимают подобного рода вещи. Я все-таки про спорт и про природу. Чем природа красивее, тем ее интереснее смотреть. Чем она более первозданная, не тронутая человеком. Тем больше желание просыпается. Посмотреть, увидеть. Но ни в коем случае не портить. Потому что в современном мире, и как я описывал уже в предыдущих роликах. Очень многие любят немножечко попортить достояние. Доставшиеся нам от предков. От нашей планеты. Здесь вот такой вот вид открывается. Но мы с вами сходим еще вот туда вот. Вот туда вот она. Это церквушка, а там рядом сад. И в этом саду головы в кустах. Я вам обязательно их покажу. Так, руку сводят. Я выключаю до следующего включения. И вот подбираясь к самому основанию ступа, здесь вот такой вот обрыв. Честно скажу, щикотно здесь двигаться. Особенно при таком ветре. Кажется, что вот-вот. И ты станешь чайкой. А чайкой без крыльев становиться, ребята, не очень хочется. Одно дело с дельтапаном, с парашютом прыгать с высоких уступов. Другое дело брать и падать камнем вниз. Скорость немножечко великовато. Я думаю, соприкосновение с землей будет несколько неприятным. Вот такая красота открывается нам в Нормандии. Честно сказать, не знаю точно где, но где-то здесь высаживались союзники в Нормандии. на одном из этих переговоров. Ну-ка ладно. Нам надо двигаться. У нас еще несколько скальных облазов. Вот такие вот зеленые поля. Я напомню, мы в январе снимаем. И все вот эти зеленые поля, они здесь круглый год. Сегодня стопроцентная влажность, дожди. Очень тепло. Но не здесь. Здесь очень холодно. Ладно, поехали дальше. Так, продолжаем движение по скалам. До той церквушки не дошли, но у нас открываются вот такие красивые пейзажи. Очень бы хотелось отсюда, куда-то туда, вдаль, спрыгнуть с дельтапланом. Это было бы очень интересно. В воздушные потоки меня бы подхватили. Но они, в принципе, и так подхватывают. Я вот думаю, они не подхватили бы меня без дельтаплана. Тогда ситуация могла бы развиваться несколько иначе. И мы с вами увидели бы более интересный контент. Давайте посмотрим, что может твориться здесь. Мостик какой-то. Здесь вот такие вот скалы. Вот у нас вот. Очень, очень, очень западный ночник. Особенно море. Если по ночи было теплое, на нем можно было бы еще купаться. А так пока с купаниями не складывается. Но не складывается с купаниями, сложится с горами. Да. Это все по-своему красиво. Но я, наверное, не про это. У меня вот эти дождливые погоды. Лондон, Англия, Нормандия. Я как-то так, честно сказать, ближе к теплу. Все то же самое, только еще прибавить 15-20 градусов Цельсия. И тогда я бы здесь очень себя неплохо чувствовал. Сейчас около 7-8 градусов. Ветер, дождь. Мы сейчас спустимся. Там есть небольшой грот. Нет, угрот мы не спустимся. Очень скользко. Камни все покрыты. Чем-то слизким налетом влажности и плесени. И кажется, что вот-вот ты можешь соскользнуть вниз. Ну ладно, ребята, давайте до следующего включения. А, хотя, ну что до следующего? Здесь вот кто-то пришел. Дружок пришел. Смотри, какой хороший. Смотри, какой хороший. Такой веселый. Субтитры добавил DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот такая вот стелла А рядом сад В котором должны быть Интересные лица Лица в кустах Не знаю правда открыт он Нет Наверное закрыт Ну ладно мы не будем лезть туда Пойдемся прогуляем Прогуляемся Посмотрим может быть Что то есть рядом А находимся мы Сейчас не совсем понятно но На скальном утесе Вешли посмотреть В сторону Вон та скала На которой мы были до этого Давайте подойдем к этой церкви В средневековье же не было Стекла Оно появилось В 16-15 веке Если я не ошибаюсь И до этого времени Использовали Ну смотря где Пузыри животных Какие то места кишечника Натягиваю их на окна Чтобы была какая то пропускная способность Ну вот и здесь мы видим Наверное свет как будто попадает Но его протестуют Ведь витражи Выложены из маленьких Осколочков стекла И бетона Вот такая вот Средневековая церковь А здесь открывается Очень красивый вид И отсюда же мы можем наблюдать И сам маленький городок Это Который находится в лощине Между двумя скальными утесами Ну что же друзья Наш сегодняшний выпуск Подходит к концу А я желаю всем Как можно больше здоровья Путешествий И до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok